Екатерина Семёнова известна не только как актриса сериалов, но и своей бурной личной жизнью. При этом замужем она была лишь однажды. Пережив немало потрясений, прошлая артистка не держит в секрете. Екатерина родилась 18 апреля 1971 года в подмосковном Монино. Девочка росла в творческой атмосфере и появлялась на экранах задолго до того, как сама начала сниматься в кино. Её отец был режиссёром, а мать художником-аниматором. Она работала над созданием мультфильма «Тайна третьей планеты» по мотивам повести Кира Булычева «Путешествие Алисы». Немногие знают о том, что прообразом Алисы Селезнёвой для художника-постановщика Натальи Орловой стала её маленькая дочь Катя, а Капитан Зелёный многим напоминал её мужа, Катиного отца. Свои первые минуты славы Катя пережила ещё в детстве, когда после премьеры мультфильма в кинотеатрах её выводили на сцену и говорили, а это прототип Алисы. Конечно, с такими родителями Катя очень рано определилась с выбором будущей профессии. Уже в 11 лет она начала заниматься в театральной студии, а в 15 подала документы в школу-студию МХАТ. Она с успехом прошла все вступительные испытания, но всё испортил школьный аттестат с двойкой по алгебре. Только после того, как она перездала этот экзамен, её приняли в ВУЗ. Ещё во время учёбы в школе Екатерина познакомилась с сыном Олега Табакова Антоном. Он поначалу проявил к ней интерес. Но когда узнал о том, что девушка собирается поступать в театральный ВУЗ, заявил «Артистка мне не нужна». Их общение прекратилось, но в студенческие годы Семёнова вновь встретилась с ним в одной компании, и на этот раз чувства взяли верх. На тот момент ей было 19 лет, ему 31 год. У него уже был опыт семейной жизни, а для неё всё было впервые. Екатерина называла его своей первой большой любовью и одним из самых ярких впечатлений в своей жизни. Они поселились в его доме, где часто собирались его друзья – самые талантливые молодые люди из актёрского и режиссёрского круга. Табаков был очень счастлив, когда узнал о том, что у них будет ребёнок, однако официально оформить этот брак так и не решился. Когда пришло время зарегистрировать новорождённого Никиту, Антон предложил заодно и заключить брак. Но затаившая обиду актриса тогда отказалась, о чём впоследствии очень жалела. В том, что их отношения разрушились, Екатерина винила саму себя. Позже она призналась, что была слишком молода и неопытна для семейной жизни. Актриса думала в первую очередь о своей начинающейся карьере, а Антон мечтал о семье и домашнем уюте. С тех пор актриса не раз предпринимала попытки построить семью, но её словно преследовал злой рок. С миллионером, банкиром Ильёй Митковым, Екатерина собиралась пойти под венец. Но эта история завершилась трагически, едва начавшись. Илья буквально боготворил молодую актрису и даже подружился с её сыном. Перед первым свиданием новый кавалер подарил Екатерине машину, а в наследство оставил элитные апартаменты в Москве. Да-да, Митков больше не с нами. Отправился в мир иной от пули снайпера. Предпринимателя застрелили прямо возле его дома. А перенёсшая стресс Семёнова потеряла ещё нерождённого ребёнка. ЗАГС в жизни актрисы был только один раз. Она была замужем за бизнесменом Кириллом Сигалом. Екатерина подарила мужу дочь Машу, но и этот брак продлился всего 4 года и распался из-за творческих амбиций актрисы. А через несколько лет её бывшего мужа арестовали за финансовые махинации. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 45 миллионов. Освободившись, Кирилл отказался от публичной жизни. А в 2020-м его бездыханное тело нашла в автомобиле сестра. Мужчина скончался от сердечного приступа. У Семёновой был бурный роман с сыном Любови Полищук, актёром Алексеем Макаровым. Но их отношения завершились через несколько лет из-за того, что оба не умели контролировать свои эмоции, часто ссорились и постоянно жили словно на пороховой бочке. О нём Екатерина говорила. «У Лёши Макарова потрясающая харизма. Он живой, заводной, умный. Конечно, я не устояла перед ним. Но мы два артиста, оба безумно взрывные люди. Кипели дикие страсти. Это были не отношения, а постоянный взрыв, американские горки». Инициатором расставания стал Алексей. Всё-таки ему нужна уравновешенная женщина, а Екатерине – мужчина поспокойнее. А вот в отношениях с небезызвестным Иваном Житковым актрису смущала солидная разница в возрасте. Всё-таки она была на 12 лет старше молодого избранника и жутко комплексовала по этому поводу. Ему было 23 года, а ей 36 лет. В расставании опять же винит себя, а Ивана Житкова называют лучшим мужчиной, просто не её вариант. Так что опять не сложилось. А годы идут. У Семёновой были романы и с бизнесменами, и с актёрами, но серьёзных длительных отношениях ей ни с кем так и не удалось построить. Екатерина очень любит путешествовать, совершила восхождение на Тибет. Артистка увлекается горными лыжами, занимается бикрам-йогой, сейчас актриса одинока. Я люблю отцов своих детей, и никогда не манипулировала дочерью или сыном, подчёркивает артистка. Её профессиональная судьба складывалась тоже не очень гладко. В 2002 году Семёнова сыграла одну из главных ролей в сериале «Две судьбы», который принёс ей широкую популярность. Спустя несколько лет она снялась ещё в трёх сезонах этого сериала, а также сыграла главные роли в сериалах «Игра на выбывание», «Банкирши», «Дар божий», «Хранитель» и другие. Екатерина снималась много, но в основном это были роли в сериалах и мелодрамах. С годами главных героинь предлагали всё реже, и ярких серьёзных работ в большом кино у неё не было. С возрастом актриса потеряла былой интерес к профессии и впала в депрессию, из-за чего ей даже пришлось обратиться за помощью к психологу. К счастью, этот кризис ей удалось преодолеть. И сегодня актриса продолжает сниматься в кино и выступать на сцене театра. А ещё не теряет надежды на то, что однажды всё-таки встретит человека, с которым не захочет расставаться до конца своих дней.